Дорогие друзья, большой-большой привет! Готовим очень вкусную и нежную закуску из плавленных сырков. Итак, для начала давайте приготовим сырную основу. Можно взять обычный сыр. Я буду использовать плавленый сыр. Взяла два плавленых сырка, отправляю их в пакет. Так, рядышком с друг другом располагаю. Завязываю узелок. И отправляю в микроволновку. Сначала 30 секунд, потом переверну на другую сторону. И еще 30 секунд. Возвращаемся. Сырки расплавились. Если понадобится чуть больше времени, то по 15 секунд можно добавлять. Я развяжу узел. И теперь скалкой начинаю раскатывать прямо горячий сыр. Он, видите, так легко поддается. Так, мешает мне эта штуковина. Чтобы получился тонкий-тонкий пласт. И теперь такой сырный пласт отправляем в холодильник, чтобы он остыл и вновь стал твердым. А пока сыр в холодильнике, займемся начинкой. Здесь у меня отварные яйца. И вот тонко-тонко нарезала ветчину. Кстати, можно и без ветчины обойтись. Белки отделяем от желтков. Я буду использовать 4 желтка и 3 белка. Вот один белок лишний. И белки, и желтки натираем на мелкой терке. Можно просто вилкой размять. Следим, чтобы лишней влаги в белках не было. Здесь у меня по столовой ложке майонеза и сметаны. Добавляю соль. Маленький зубчик чеснока. И все тщательно перемешиваю. Так и заправляю желтки и белки. Перемешаю в случае необходимости. Добавлю еще немного. Ну вот, на белки у меня чайной ложки сверху хватило. К желткам немножко побольше добавлю. Вообще, лучше минимум добавлять майонеза, чтобы начинка была не жидкой. Так, возвращаемся к сыру. Сыр совершенно холодный, с холодильника. Теперь я аккуратно разрезаю пакет. Лишнее вот здесь я с двух сторон обрежу. Так мне будет легче потом заворачивать. Теперь слоями выкладываем начинку. И аккуратно ее распределяем по сыру. Следом выкладываем вот такие тонюсенькие ломтики ветчины. И последний слой белков. Так, и теперь вот так аккуратно, аккуратно с помощью пакета заворачиваем рулет. Раз, чуть-чуть прижала. Готовый рулет нужно убрать в холодильник, идеально на ночь. Тогда он совсем хорошо будет держать форму. Но если такой возможности нет, тогда время можно уменьшить. Достаю из холодильника. И теперь со всех сторон обязательно присыпаем зеленью. Я взяла укроп. Можно взять и петрушку мелко нарезанную. И аккуратно нарезаю на кусочки. Получается вкусная и очень нежная закуска. Попробуйте приготовить. Я от всей души желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч! Пока-пока! Увидимся!